Да, точно, марафон эфиров. На какую тему серьезную теперь мы поговорим или опять поржем? Я не знаю. Серьезные темы сегодня были. Долги, смерть, жизнь, деньги. Не устали? Кайфуете? Прикольно. Не хочешь сниматься в кино? Да я даже не знаю, я не актриса, у меня никаких для этого навыков нету, я даже не знаю, как это вообще все происходит. На это дело нужно, наверное, учиться. Читаю твои посты без остановки. Кстати, вот я пост выложила, и многие пишут, блин, классно тебе, спасибо за пост. У меня же канал, статья есть, и этот пост уже лежит у меня там целый год, а написан был два года назад. И в самом начале канала этот пост, который я разбила на пять частей, а это даже три поста я разбила на пять частей, вместе соединила. Чего вы не читаете на канале статей в Телеграме. Просто у меня в инстии, ну, не все посты выложены. Да, реалити-шоу, точно. Я снимаю из реалити-шоу. Там у меня вот тут свое кино, свое реалити. Кайфую от цвета волос. Да, я сама кайфую. Прикольно. Где найти этот канал? Канал статей находится у меня в Телеграме. Шилка. Ссылка в шапке профиля на топ-линк, ну, на менюшку. И там в меню заходите, у меня есть ссылки на канал. Вот. Реально. Прям не устаете со мной тусить. Я бы на вашем месте посмотрела бы какой-нибудь сериальчик, киношку, комедий-клаб. Вот. Вы меня смотрите. Прикольно. Скоро буду в подкастах еще аудио записывать. Мне прямо интересно. Вопрос пришел первый. В сложной ситуации с близкими стерпеть, подавив себе и трансформировать. Или уйти, выбрав себя и свой комфорт. А потом трансформировать и исцелить ситуацию. А можно одновременно сделать так, как вы хотите. Ну, конечно же, уйти и поработать с этим. Зачем там с ними сидеть? Думал тебя обсуждать и вуаля. Меня сегодня целый день. Слышишь? Смотрю, во все эфиры заходишь. Я бы ушла. Чего сидеть мучиться? На свободу, в неизвестность. Там, где что-то новенькое будет. С привычного своего насиженного места. Своего зона комфорта. Вот этого всего, которое уже надоело. Со всего вот этого уйти. И окунуться во что-то новенькое. В новый какой-то опыт. Вот. Поэтому, что сидеть и мучиться, непонятно. Я по два раза пересмотрела все сегодняшние эфиры. Да ты мега просто! Когда воспеваешь у меня эфиры? Практически нон-стопом. Так, были парочку перерывов небольших. Машу вам ручкой тоже. И я ушла. На меня достают. Вернись, вернись. Как избавиться от доставания? Так вы же сами достаете себя. И ваша какая-то часть хочет вернуться к прежнему, комфортному, обычному. Вот. В новенькое все-таки вы еще не до конца решились пойти. Ты сегодня ела? Я съела сегодня один бутерброд с вареной колбасой и с руколой. И все. Ну, что-то мне неохота есть. Когда чем-то занимаешься, увлечен, то вообще не до еды. Ну, такого прям нету. Что я хочу есть? Вопрос. Ругается брат и муж, но конфликт через меня. Как абстрагироваться? Как с ними не вижу, и жизнь прекрасна? Как появляется, начиная грузиться? Ну, так они до вас пытаются достучаться. Когда что-то не говорят вам. Конечно, конфликт — это ваше внутреннее, с вашим творчеством, с познанием нового, ваши страхи, ваше непринятие чего-то нового. Потому что брат и муж — это же мужчины, это могу, это творчество. ваше внутреннее. Что-то они хотят достучаться до вас прям. Тебе очень идет черный цвет. Спасибо. Еще и белый. Потерялась кошка, жалко, плачу. Как успокоиться? Кошка — это ваше животное начало. Она от вас ушла, оставьте ее в покое. Она сделала то, что ей нульно было. А вы всю любовь отдали кошке, забыли про себя. Сейчас разрываете связи, чтобы начать заниматься собой, а не кошкой. Мы обычно все внимание переключаем туда, на животных, а про себя забываем. Недавно как раз рассматривали этот вопрос с кошкой. Тоже смотрела эфир, а тут новый. Я даже не знаю, что еще рассказать вам. Блин, мне кажется, я уже все рассказала. Уже даже рассказывать нечего. Какие еще могут быть вопросы? Я творец. Все. Вокруг мое желание. Принять это и кайфовать, и наслаждаться этим. И тогда не будет проблем. А с проблем вообще бороться не нужно. После сегодняшних эфиров я так кайфанула, что одна и ни с кем не хочу общаться. Да, пришло, наверное, время побыть с собой. У тебя когда-нибудь были домашние животные? Да, у меня были котики. Я очень люблю котов. И сейчас хочу завести кота. Но муж против. Он не любит котов. Ну, это какое-то мое внутреннее, что я не хочу на самом деле кота. Он мне это транслирует, потому что если у меня будет кот, я боюсь, что буду привязана. А я люблю путешествовать. Вечно какие-то движухи, передвижения. Вот, с последним котом намаялась. Вот, я хочу кота, и одновременно не хочу. И вот та часть, которая не хочет, этих всех проблем от кота, шерсть эту всю, мне транслирует муж. А мечтать можно, нужно. Мечты нам дают подсказки о том, какие чувства мы хотим испытывать. Вопрос, принять через силу, никакими через силу способами принятия не получится. Когда вы понимаете, для чего вы это создали, принятие происходит автоматически. То есть вы задаете себе вопрос, а для чего я это создаю, зачем я это хочу, какие выгоды я от этого получаю, почему это хорошо. И когда вы находите ответы, вы понимаете, ну да, действительно. Вот сейчас тот марафон, который у нас начинается, мы уже его практически начали. Я уже вывесила там прямой эфир, сделала два поста, задала вопрос, написать, для чего вы хотите не иметь денег, для чего вы хотите быть в нищете, для чего вы хотите сейчас испытывать нужду, для чего вам нужны долги. И люди начали писать прям пачками по 100 ответов. «Я сейчас хочу не иметь денег, потому что…» И там столько ответов, что я не хочу там… Если у меня будут деньги, я себя не буду познавать, заботиться о себе, думать о себе, ещё что-то там. Много-много-много всего написали. И ты вот читаешь этот список и понимаешь, «Да нахрена мне эти деньги?» Конечно, я хочу их сейчас не иметь, потому что ответов столько много. И принятие происходит автоматически, что ты действительно перестаешь их хотеть, потому что понимаешь, что они тебе нахрен не нужны, потому что если они у тебя будут, ты лишишься вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, ещё тысячу пунктов. Ты лишишься, и вообще себя лишишься. И ты понимаешь, «Да нахрена мне тогда эти деньги?» Это уже в закрытом аккаунте Инстаграм. Да-да-да-да. Менеджеры добавляют всех потихонечку, кто выполняет условия, и там уже все отвечают на вопросы. То есть мы ещё не начали, но уже всё в разгаре. Как-то так одновременно. Понятно, что трансляции я там буду три дня вести, и работать с 30 мая. А сейчас пока каждый выплёскивает, для чего он хочет не иметь денег. Там просто тысячи ответов. Реально, нахрена их тогда иметь, если там на одной чаше весов я хочу денег, какой-то один пункт, да, и тысячу пунктов против, почему я хочу не иметь денег. Конечно, это перевешивает. А денег можно хотеть столько, сколько пожелаешь. А кто вам запрещает хотеть столько, сколько не пожелаешь? Конечно, вы можете хотеть столько, сколько хотите. Кто вам запрещает вообще хотеть? Вопрос, зачем вам это нужно? Разберите этот вопрос. Я хочу денег ради денег. Ну, это бред. Деньги — это просто средства для достижения наших каких-то целей. Вы сначала распишите, что скроется за этими целями, какие там желания вообще стоят. Что вам нужно от денег? Вы же не их складировать будете? Они вам просто… При складировании счастья-то никакого не принесут. А складировать вы хотите из страха завтрашнего дня, то есть страха жизни, страха неизвестности. Жизнь — это неизвестность. Вы хотите денег, чтобы умереть. Ну, тут, блин, логично же, понятно. Деньги мне дадут спокойствие и избавят от страха неизвестности. Мне не придётся идти в неизвестность, потому что у меня будут деньги, а с деньгами мне всё известно. Известность — это смерть, потому что жизнь только в неизвестности. Нахрена вам деньги? Вы лишаете себя денег только ради одного, чтобы продолжить свою жизнь. И всё. Как только вы это осознаете, никакие марафоны больше не нужны. Как узнать, добавили ли в закрытый аккаунт? Ну, если вас добавили, вы увидите, что вы в аккаунте уже в закрытом… Как узнать? Вы туда, если постучали в закрытый аккаунт, вам дали ссылку. Постучаться в закрытый аккаунт, то есть сделать запрос. Вы сделали запрос, ну и посмотрите, по этой ссылке вы можете туда зайти или нет. Если зашли, значит, ну, зашли. Если нет, значит, ждите. Я с Украины, у меня есть вопросы по оплате, кому можно обратиться. В директ, всё в сообщениям личные. Пишите, у меня там менеджеры, которые отвечают. Я сейчас не заглядываю в личные сообщения. Я пользуюсь Инстаграмом, сейчас только для прямых эфиров. Все условия выполнил, только по факту. Сейчас ебомж. Наблюдаю, хочу ли на самом деле. Чего хочешь-то? Денег или не денег? А если на выходных не будет интернета, уеду в леса, я смогу пройти спринт? Ну, это живая работа. Ой, телефон упал. Это живая работа. Это же не в записи что-то там. Каждый день, там, пару раз в день буду давать задания. Вы будете их выполнять и писать отчёт под постами, там, в комментариях, как вы сделали. Так что не знаю. Значит, вам не нужно туда идти сейчас. Уезжайте в леса. А если испытываешь кайф от самого процесса покупки за деньги, поэтому они и нужны в кошельке на карте 0. Вы кайф, кайф вы не испытываете от того, что вы покупаете за деньги. Вы испытываете кайф от какого-то чувства, которое вам даёт при этой покупке. Что вы чувствуете, когда вы покупаете? Не надо говорить, что я испытываю кайф, просто в момент какой-то покупки. Нет, вы чувствуете превосходство своё, что вы смогли, что вы классный, что вы там, там кроются целые букеты чувств. когда я покупаю за деньги, я что-то чувствую. Нелли, откуда у тебя терпение отвечать на наши идиотские вопросы? Тебя это прям не раздражает? Когда меня раздражает, я раздражительно отвечаю, когда не раздражает, спокойно отвечаю. Каждый раз по-разному. Иногда некоторые вопросы заставляют меня реально задуматься, и я вылавливаю во многих вопросах ответы на свои вопросы. То есть бывают схожие вопросы, ну, бывают, конечно, дурацкие, но опять же, дурацкий вопрос на самом деле не дурацкий. Здесь присутствуют у вас интересы, это уже классно, что я себе транслирую интерес. Пофиг какой. Дело в том, что самые дурацкие вещи это те, которые наделены смыслом, те, которые наделены… Ну, в принципе, смыслом уже достаточно уже об этом сказать. Это… Жизнь она бессмысленна, она вне Знаний, она в творчестве, смысла нету в творчестве. Ещё раз повторю, как в прошлом эфире. Творчество — это создание нового. Мы заранее не знаем там смысл, мы не знаем заранее там ничего, потому что творчество априори — это что-то новое. Это неизвестность. Мы там смысл можем найти позже, когда осознаем эту неизвестность, осознаем этот опыт. Но он опять же сразу устареет, надо идти к новой. И когда я с вами общаюсь и вижу интерес ваш, даже если это бессмысленный вопрос, я вижу, насколько это классно меня отражает, что я нахожусь сама в интересе. и моё зеркало мира, то есть вы мне отражаете мой собственный интерес ко всему особенно бессмысленному. Это же, блин, это же самый сок, самый кайф, это именно та самая энергия интереса, которая просто наполняет тебя ни почему, без всякого смысла, когда ты просто творишь что-то новое и познаёшь себя через всё. Это и есть вот эта движуха и движение. Но когда мы что-то знаем, наделились смыслом, когда неизвестное нам известно, это остановка, это не тот поток, который нас двигает жить не старее. Мы стареем всегда, когда всё наделяем смыслами и знаем. И когда наш мозг уже становится совсем деревянным, забвение, смена тела. Сегодня она, девочка, написала мне, Нелли, что-то там не могу понять, а что такое коллективное сознание, у каждого человека своё сознание, если каждый творит свои жизни, то как же коллективное сознание, типа, «Что такое тогда коллективное сознание?» Ну я спрашиваю, «А что тогда коллективное сознание?» Я всё запутала, и говорит она, «Так, мы с ней что-то пообщались так, слегка…» Блин, у меня мысль аж путается. Что я хочу сказать? Коллективное сознание, да, это тот творец, который просто одновременно играется, во всех телах, но сознание у нас одно, на всех, вот, ну, можно сказать, телефон сверхсознания, да, и у каждого скафандра есть своя система, типа Windows, с программным обеспечением, блин, телефон не могу поставить, вот, Нелли, а если сыну не вернули долг, приличную сумму, это к чему? Ну, это к тому, что не вернули долг, осознать, какие у вас долги к себе, ну, вообще, на самом деле, мне надо делать, ай, говорить одно и то же, осознать и долги к себе, долги к себе, блин, уже, один, два, три, уже сказали, любовь к себе, внимание к себе, чувствовать себя, познавать новое, ничего не знать, вот, всё, это все ваши долги, от ваших знаний у вас долги, перестанете всё знать, и будете идти в любой страх, и в новое, телефон, просто на зарядке стоит, сейчас, как же тебя поставить, радость моя, вы слишком много знаете, поэтому и долги, а сын должен вернуть долги, никто ему ничего не должен, должен, тьфу, вернуть, простить, ну, никогда вообще не давайте в долг никому, дайте сколько хотите отдать, если вы сами не умеете деньгами пользоваться, ими воспользуются другие люди, у сына долг, у вас долг, с сыном вместе, только от того, что вы много хотите, вам всё это приходит, а вы этим не пользуетесь, все желания ваши исполнены, а вы этим не пользуетесь, отсюда долги, других долгов не может быть, вовне это просто всего лишь подсказка, внешний долг всего лишь подсказка, о том, что вы не используете все ресурсы, которые сами себе же и даёте, у вас есть деньги, надо было пойти на свои желания потратить, а вы решили дать в долг, ну, всё, не ждите, их уже нету этих денег, и они не возвратятся, перестаньте сливать свою энергию, блин, и отпустите того человека, который от депрессии скоро вымрет, только потому, что он живёт в вечном беспокойстве о том, что ему нужно отдать деньги, спасите себя и его, перестаньте вас вдвоих вместе убивать, простите ваши долги всем, начните сейчас жить с чистого листа, у тебя бывает такое, что ты с утра проснулась и в настроении плохом, каждый хер говорю об этом, я всегда в плохом настроении просыпаюсь, или когда весь день идёт наперекосяк, да, бывает, конечно, но когда я понимаю, что перекосяк в башке моей, просто от того, что надо остановиться и заняться чем-то интересным, перестанет решать дела какие-то, которые я постоянно решаю, вот тут же останавливаюсь, всё сразу решается, и этот наперекосяк становится неперекосяком, какие новые слова мы используем. У вас долги к себе бесконечные, вовне они отражаются долгами людям, вам должны, вам должны или вы должны, неважно, долг один и тот же себе, потому что других людей вовне нет, все ваши отражения вас, и неважно вы им должны или они вам, это долг к себе, быть собой, а мы не хотим быть собой, нам надо казаться, а не быть кем-то не тем, другим, под кого-то подстраиваться, копировать, быть жертвой, быть жертвой, а вы не жертвы, вы творцы, но вы играете вечно роль жертвы, которой нужно поныть, чтобы вас пожалели, обратили на вас внимание, потому что вы сами себя не можете пожалеть, потому что вы сами на себя не обращаете внимания, и поэтому вам нужно внешним этим всем людей всех привязать и заставить, чтобы на вас обратили внимание, вы как жертвы доите всех вокруг, как энергетические вампиры, вы же несчастный, и вам как несчастному все должны помочь, вы же страдалец, обратить на вас внимание, решить ваши проблемы, муж козлина не выплачивает алименты, не зарабатывает деньги, дети пьют, или наркоманят, или болеют, я бедный несчастный человек, пожалейте меня, вот всё от того, что мы внутри не чувствуем себя творцами, игра не нашу роль, жертва — это не наша роль, это чужая роль, вернее, это не чужая, это тоже наша роль, к которой мы решили поиграть, но нахера в неё играть, если мы творцы, и мы сами сотворили эту жертву, чтобы, блин, как-то восполнить пустоту эту внутреннюю, эту душевную боль нашу от того, что мы такие несчастные, вот, и так как себе внимания не даём, пытаемся востребовать это внимание ото всех, мы даже долгами людей удерживаем, чтобы они кормились от нашей жертвенности, и мы от них кормимся, их вниманием, то есть нам всё время нужно внимание, самому к себе, но мы на это не обращаем внимания, поэтому идём, поэтому идём и пытаемся его стребовать со всех вокруг, все должны, прям все, ещё и знаем, что должны, мы так решили, и нас не переубедить, вот так вот мы и живём, а чё, вопросы есть ещё, да? Посмотрела вчера фильм «Револьвер», и охренела, как там всё разжёвано, я его видела, но не понимала, да, если вы фильм «Револьвер» посмотрите, с точки зрения, что все персонажи, даже пуля, это вы, то там очень классно всё складывается, мне нравится этот фильм очень, у дочери начался нервный тик, тёргает глазом, куда внимание направить, куда копать, в себя внимание, в себе копать, это вы нервные, вы переживаете, за других на себя не обращая внимания, у вас очень мало внимания на себя, постарайтесь всё это время, вот хотите вот прям, ну все решить проблемы, ну вот вообще мозг хакнуть, перестаньте обращать внимание на всё, углубитесь только на себя и на свои чувства, и проживите хотя бы неделю по своим желаниям, без всякого стыда, без всяких правил, без всяких как надо, без всяких я знаю, просто проживите неделю, как будто у вас эта неделя последняя, через неделю вы умрёте, просто так, как хотите вы, без оглядки, а что подумают люди, а правильно ли я делаю, а надо ли это делать, просто берёте и делайте, что в голову сбредёт всё, что принесёт вам радость, всё, что вас порадует, и у вас все проблемы решатся, и после такого вам не захочется просто опять идти и ныть, и вешать на других проблемы, вам просто не захочется, больше стройте себе жертву, но вы же не пробуете, вы день попробуете в таком состоянии и обратно возвращаетесь, вас надолго не хватает, потому что у вас нет желания быть творцом и взять ответственность за свою жизнь на себя, нет желания, это неинтересно, неудобно, когда другие люди за меня всё решают, помогают, советы раздают, должны мне, я себя лучше чувствую, думают жертвы и жертвят. Зачем мы в моменте сейчас создаём прошлое, то есть устаревший опыт, чтобы объяснить мозгу реальность, да, чтобы объяснить реальность. Создаём набор причин, да, конечно. Нелли, а стоит писать список радостей? Ну, вы можете, конечно, его написать. Вопрос, будет ли он вас радовать, потому что, если вы пойдёте по этому списку, вы поймёте, что это всё искусственная и надуманная радость. Радость, она возникает не от чего-то и не от каких действий, радость, она возникает, когда вы осознаёте, что причинно-следственную связь осознаёте, как вы это и чем создали, это уже озарение и радость. И плюс вы чувствуете себя, щупая весь этот мир, то есть, то есть, вот даже кружку вы щупаете и понимаете, что вы есть кружка, потому что те чувства, которые кружка вызывает в вас, когда вы на неё смотрите, вдыхаете запах, когда вы её трогаете, вы в это время одновременно не только на фокусе с кружкой, но и в фокусе на свои собственные чувства и понимаете, что вы чувствуете. Эта кружка сделана из ваших чувств. И когда вы понимаете, как она сотворена, какими чувствами, вот всё, что вы почувствуете, она сотворена из этих чувств. То, блин, это радостно, на самом деле-то. А пойти там мороженку поесть, потанцевать или ещё что-то, это искусственная радость, это не та радость, которая действительно настоящее, которая вас приводит в такой восторг чувственный. Это так, на уровне ума просто радость, она ни о чём. Поэтому нужен ли вам список, я не знаю. А мне сегодня день рождения. Ой, Ириночка, поздравляю тебя. Я кайфую, что я натворила, благодарю тебя. Что такое красное торчит, покоя мне не даёт. А, да, это такая штучка, которой я придерживаю телефон, потому что он на бок заваливается. Покоя не даёт. Так вот, не будет давать. Короче, на всё забить и жить для себя и по-новому. Ну да, попробуйте. Каждый ваш эфир или видео на Ютюбе выразное для меня. Удивительно. Как отражение моего состояния. Я уже проверяю даже себя. Да, класс. Я тренирую, что вы транслируете. Благодарю. Екатерина, а есть ли у вас какие-то вовне проявления, когда вы это тренируете? Делитесь фактами. Очень интересно наблюдать факты. Вот радость, я сказала, дата сознания того, что причина-следственная связь, чем вы создаёте, что вы чувствуете. Плюс ещё третий пункт, наверное, я бы добавила сюда настоящую радость. Радость – это индикатор того, что вы наполнены, что у вас есть вот это движение жизни, вот это познание, это рост. То есть жизнь течёт, ну не на убыль, просто течёт, а не в умирание идёт, не на спад, а просто течёт в потоке. Вот третий пункт бы я добавила, что когда вы видите, как вы осознанно проживали какие-то чувства, кайфовали, радовались, и вовне потом это подтвердилось фактами. Вот, блин, ну это же очень круто, когда вы видите, как материально действительно всё резко меняется, когда меняется, и вы при этом не прикладываете усилия для изменения и не хотите специально ничего изменить, вы просто наблюдаете, а интересно, что будет, и оно раз такое и поменялось, и оно раз таки и по-новому как-то проявилось, раз, и ваше желание исполнилось. То есть вы не знаете, как это должно быть, исполнено ваше желание, вы не знаете, какие действия делать для этого желания, вы ничего не знаете, вы идёте в новое просто кайфуя, и вы видите, как оно начинает исполняться, да ещё такими необычными способами, и вам, естественно, это приносит радость, потому что вы тут же понимаете, что вы только что кайфовали, только что испытывали какие-то чувства, или дали тебе те чувства какими-то иными, другими способами, которые кроются за вашим желанием, например, желание иметь, да любое желание, вообще берём, за каждым желанием стоят чувства, и вы понимаете, что вам не само исполненное желание нужно, а те чувства, которые оно вам даст. И вы такие, ага, я помечтал, пожелал, вот интересно, как сейчас это исполнится, каким способом, как это проявится, я не знаю, но мне интересно. И даёте себе эти чувства, которые кроются за этим желанием, какими-то любыми другими способами. Как их дать? Осознать. Например, я хочу дом, чтобы мне было комфортно. Осознать, что такое комфорт, когда вы осознаёте, ну то есть начинаете разговаривать с собой и осознаёте, что такое на самом деле комфорт. И почему комфорт в дискомфорте, а дискомфорт это самый лучший комфорт, потому что жизнь это комфорт, а она в дискомфорте. Когда вы в комфорте всё знаете, это смерть. Поэтому какой же там может быть комфорт смерти? И если вы начинаете это осознавать, что блин, да мне комфортно, когда всё крутится, вертится, меняется, полёт такой, всё новое, всё такое интересное, сейчас было вот так, а тут сейчас по-другому, вам от этого комфортно становится. То есть чувство внутри комфорта от того, что вы, блин, живёте по-новому всё время. Вам от этого комфортно. но многие умом уже наделили комфорт, это что-то такое опознанное, то, что я уже знаю, это мой маленький мирок в моей квартире, где я всё знаю, всё определено, я знаю все свои действия, здесь безопасно. То есть вы умом определили, что это вот этот комфорт. И дом вы хотите для вот этого комфорта, как раз таки, где я всё знаю. То есть вы дом хотите, чтобы быстрее умереть. Но как только вы понимаете, что вам чувство, ну не дом нужен, а именно чувство комфорта, и осознав, что это комфорт на самом деле в дискомфорте, потому что дискомфорт это когда вы не гниёте в одном знании своём и не двигаетесь, а когда наоборот вы двигаетесь. И только от одного сознания вы начинаете это чувствовать, и вы дали это чувство. А ещё за домом, за желанием скрывается ещё другой набор, там целый набор, букет чувств, и вы каждое это чувство опознали, расшифровали, осознали его просто вот, и вы начинаете это чувствовать. У вас дом просто появится не почему случайным образом вдруг вам оставят наследство или позвонит подруга и скажет, слушай, я уезжаю тут на 10 лет в Америку по контракту, вот я тебе оставляю там пятикомфтную квартиру в Москву-сити. Хочешь, живи там, главное, коммуналку, там цветочки поливай. Оно как-то случится, но только после того, как вы осознаете эти чувства, которые стоят за вашим желанием. Не будете их достигать и бороться, потому что все эти достигательства, если эфир мы смотрели до сегодняшней, они ведут в смерть, в болезни. Что ещё может быть хуже этого? и у нас на чаше весов не жизнь, а смерть вечно стоит. Мы её выбираем в 99 случаях из 100 при выборе. Мы хотим чего-то там получить в будущем и никогда не думаем о себе сейчас. Мы жизнь всю упускаем только потому, что мы живём в мечтаниях, в желаниях, в целях каких-то и так далее, чтобы вот когда-то я потом это получу, и я типа буду счастлива. Ага. Но потом поздно будет сожалеть. Ты любишь чай с привкусом? Да, люблю. Сейчас я вот чай с какими-то цветочками пила. Сын попал в больницу с ожогом ноги, не проходит. Что для меня ожог? Вышел страх, боли. Что ты думаешь об этом? Ну разбери, что такое боли. И тогда не будет у тебя страха боли. Ты будешь же эту боль ждать просто как ману небесную. А сейчас у тебя боль заблокирована, поэтому пришлось пострадать сыну. Сегодня зашла в метро, и меня первый раз попросили надеть маску. Строгий охранник сказал, что без маски нельзя. И показал на выход. Я вспомнила, что я творец, и на голове был поток, и я показал. Вообще классно. Но при этом, если вы осознаете, что вы сами себе протранслировали, что вы думаете, что вы без масок живёте, на самом деле. Масок у вас ещё много. Ещё надо в себе покопаться. Где вы такой неестественной? Такая неестественная. Что пройду, так прикрыв лицо, он сразу сдался, хотя нельзя было. Не, ну то, что ты творец исполнил желание, классно. Если ещё осознать, зачем ты это сотворила? Это милый пример, как можно легко создавать направление. Очень хочу всё прокачать. Причём были в прошлом ситуации, которые сейчас осознала как пользу. Хотя раньше было трагедии, мир рушился как будто. Все ситуации. Просто займите точку обзора на жизнь, что только здесь, только сейчас есть самый лучший вариант, который я вообще могу прожить. По-другому лучше не будет. Это самый наилучший вариант. Если я отказываюсь от него, придётся пойти в худший. Мы же всегда отказываемся от варианта, пытаемся его заменить. Оно заменяется, но из всех вариантов этот-то был лучше. Нам надо теперь выбрать из тех, что похуже. Выбираем похуже, он тоже не устраивает. Следующая ступенька, чуть-чуть похуже ситуация. Нас опять не устраивает, надо опять поменять. И мы опять выбираем варианты, которые всё хуже, хуже, хуже. Зачем вы меняете? Насладитесь тем, вариантом, который здесь сейчас. Это наилучший вариант. Только он может вам дать опыт. Это только он может привести вас к осознанию. Этот вариант, неважно, какой с вами случился, к жизни, а не к смерти. Но мы упорно не такие. Мы не творцы, нифига. То, что я сотворила, по-любому. Я, наверное, творец такой с багами, с косяками. Надо переделать. По-любому надо переделать. Мы Бога не принимаем, просто нахер шлём его в себе. Что отправили меня на ваш YouTube? Пришла к вам через сопротивление. А, благодарю, что отправили меня на ваш YouTube. Пришла к вам через сопротивление. Ко мне все через сопротивление приходят. Никто не хочет слышать такую информацию о себе, что ему придётся взять на себя ответственность за свою жизнь. Блин, да чё? Мы в жертвах привыкли все жить. У меня до сих пор все знакомы. Хрен с ним, вообще мне похрен на них. Думают, что я ку-ку. Но то, как я живу, блин, я вообще кайфую. И мне нравится моя жизнь, которую я выбираю. То, что они думают, что им нужно дальше достигать свои желания, деньги, дом, машина, квартира. И только об этом они думают. Не хотят познавать любовь. Это их вариант вообще жизни. Все опыты хороши. Чувства, которые стоят за домом, как это давать? Ну, я вот уже только что объяснила. Спросить или не знаю. Так не хочу даже отвечать. Только с вами начинаю понимать, что значит жизнь здесь и сейчас. А сколько книг написано-то? Блин, в каждой книге сейчас любой человек, хотя они все создаются прямо здесь и сейчас, книжки переписываются, поэтому даже это эффект мандала. Смотрели в интернете, что это такое? Видяшки, посмотрите, что всё переписывается согласно слепку нашего сознания. Что вот в данный момент, на каком уровне сознания вы находитесь, то из тех наборов букв, слов и предложений вы вычитаете ровно ту информацию, которая в данный момент сейчас для вас открыта. Не меньше, не больше. Поэтому кого вы хотите слушать, и вы сейчас после меня сможете увидеть эту информацию везде. И сейчас вам куча книг станет понятно. У нас одна информация. Каждая информацию просто расшифровывает из коллективного сознания. Ну, кто умеет это делать, может, приспособленный, не знаю даже, как сказать. Кто черпает эту информацию, он через себя пропускает, то есть считал и зашифровал её в слова, в жесты, в мимику, в тексты и передал. Каждый просто одну и ту же информацию передаёт по-своему. Я вот так вот передаю. Расскажи, как твоё дыхание после операции. Вообще отлично. Я подписалась давно на вас, а слушать до последнего не могла. Всё отговорки были. Начала несколько дней назад и залипла. Каждый эфир до слёз. Настолько чувственно. Вот так вот. Но мы в своей рутине считаем, что обыденные вещи нам важнее, чем то, что мы хотим. Причём, знаете, такой вот эксперимент классный проводила на курсе. Я давала задание. Значит, ребят, напишите, пожалуйста, ваш список обычных дел. Ну, там, встал, одел тапки, пошёл, почистил зубки, завтрак, оделся, посмотрелся в зеркало, накрасился, там, голову помыл, пошёл на работу. Ну, вот такой вот распорядок дня. Вот. А потом говорю, напишите список ваших желаний, что вы на самом деле хотите. Ну, и там пишут, там, свои желания. Я теперь говорю, вот скажите теперь, вы для вашего желания хоть какой-то, ну, хотя бы мелочь, хоть для одного желания нашли за день, ну, обратите внимание, хотя бы маленький кусочек сделать в сторону своего желания, хоть какое-то действие. никто не делает для своего желания вообще никакого действия, зато мы делаем самые бессмысленные вещи, которые нам не нравятся, нам не нужны. Так почему вы тогда тратите свою жизнь на все вот эти бессмысленные вещи, которые вам кажется, что они нужны, при этом вы хотите совершенно другое? вопрос, почему мы всегда делаем то, что мы не хотим, а то, что хотим, не делаем? Откуда исполнится ваше желание, если вы даже в сторону них не смотрите? Раз в год написали список желаний и забыли. Либо крутите так в голове в свободное время и всё. И никакого шажочечка даже нет в это желание. Осознаёшь, какое значение имеет состояние в каждый момент времени? Я прям иногда это физически чувствую, что снимается слепок с моего сознания. Да, я это постоянно сейчас замечаю, охреневаю. У меня меняется состояние в день, ну очень много раз я постоянно все говорю, нихрена я не знаю, так интересно понаблюдать. Это у меня уже как встроенный такой индикатор. Если я где-то застряла, так бью все по голове и событие вот просто резко разворачивается. Очень классно. В сутки нет воды, что-то себе перекрыло. Ну да, вода — это же поток жизни. Перекрываете себе интерес. Энергию себе, вот эту движуху перекрываете. Не хотите идти делать, что хотите делать? Не хотите идти делать, что хотите делать? Интересно так сказала. Каламбур, ну понятный. Кто говорит через тебя, Нелли? Это космос. Да, это космос говорит, конечно. В следующем теле наши апгрейды аннулируются? Да, конечно, аннулируются. Ты говорила, что страхи можно проработать раз и навсегда, а остальное не хочется потерять осознанность. Потеряете. Как относитесь к вегетарианству? Интересно, с чувственной точки зрения. Вообще никак. Я ем только по импульсу. Могу не есть, могу поесть. И причём я стараюсь не знать, что полезно, что не полезно. Тело сейчас начинает осознавать само себя. Каждая клетка тела, уже учёные доказали, шестой ген открыли, уже новый хромосом появился. Всё отвечающее за бесконечную регенерацию клетки. И клетка имеет самосознание, которое знает, как ему постоянно регенерироваться. То есть, каждая клетка нашего организма уже знает. Но мы своим умом мешаем, что надо есть по часам, что вообще надо есть, или что не надо есть, что надо веганство, или надо мясо, или надо вот это, или вот это. Мы, короче, умом своим нахрена всё вот это вот знаем. Мы мешаем нашему телу. Но если вы не будете так заморачиваться, а реально чувствовать, что тело сейчас хочет ваше, вы просто, не думая, подойдёте и выключите там чайник на определённой температуре воды, которая там не докипела, которая в данный момент именно нужна вот прямо сейчас. Вы знаете, да, каждая температура воды полностью кардинально меняет свойства воды. Теплоёмкость, теплопроводность, там совершенно другая структура воды. И каждый раз эта вода разная, в каждый момент времени нужна своя для организма. Но мы-то знаем, что у нас чайник закипятить 100% прям кипятком залить чай. Вот. И вот, ну мы так знаем. Вот. А если вы не будете заморачиваться, то ваш пальчик нажмёт на кнопочку в тот момент закипания чайника на самой идеальной температуре воды, которая в данный момент нужна. Иногда мы хотим тёплой воды, иногда горячей, иногда холодной, ледяной, сырой или кипячёной. И каждый раз организм знает, что ему нужно. И с едой это так же, как и с водой. Но мы-то знаем, как правильно. У нас там правильное питание, нам то, то, то. Мы лишаем организму функционировать намного дольше, чем он нужен. Сейчас перестройка идёт не только сознание у человечества, а сейчас перестройка вообще организма. Наш организм функционально, ну, на 100-120 лет тело было приспособлено для жизни, и потом, хочешь, не хочешь, ну, мы себя убивали для того, чтобы менять это тело. Сейчас организм перестраивается для того, чтобы тело уже по-другому себя вело, и могло намного дольше жить. И вот у нас сейчас такая идёт перестройка, ему не надо мешать, не надо мешать вот своим вот этим умом, как ему жить, когда ему есть, что ему делать, когда ему спать, не надо мешать. Вот, вот хотите спать, хоть на 15 минут поспите, даже если вы на работе, 15 минут, сон на работе никто не запрещает. Это, кстати, прописано на работе в уставе должно быть, там 15 минут перерыв для сна, вообще, по идее, должен быть. Так, я своих знакомых подсадила на твои эфиры, у всех сменилось сознание, классно, всех полезно, всё полезно, что в рот полезло. Ну, не всё полезно, ну, так-то да, но иногда наш ум пихает еду, как, опять же, пытаясь внешним запихнуть чувство насыщения внутреннее, но чувство едой нельзя заменить. Вот многие пихают, пихают, пихают эту еду, чтобы насытиться, чувства насыщения не хватает, но не хватает чувства, его надо осознать и прочувствовать, а не еду пихать, а мы пихаем еду, то есть у нас пустота душевная, а нам нужно её зажрать, ну, чтобы перестать чувствовать. Нелли, чувство, что человек мой, но он не рядом, мы не вместе, как быть? Вы хотите быть не рядом? Найдите сто одну причину, почему вы хотите быть с ним сейчас не рядом, почему это хорошо? Спросите себя, напишите, никогда до конца не кипячу, раньше всегда выключаю чайник, я по-разному, ну, рядом с ним нахожусь, выключаю, когда так, тело у нас само как-то подходит и выключает, даже иногда не заморачиваюсь, но не в Германии, ну, в туалет-то пойти, можно на 5 минут на унитазе прикорнуть? Ну, не знаю, ну, существо такое, знаете, изобретательное, можно что-то изобрести, у мамы болят руки, это же ваши шаблоны всего лишь, внешние работы не существует, внешнего мира и тела, это же всё в вашей голове, поэтому, как бы, всё равно это ваш шаблон, у мамы болят руки, то переломы, то ушибы, то растяжение, у меня тоже начали болеть руки, чем я приведу к классе подобное? Ну, что-то не хотите делать, творить, творчество, ну, это, если так, из самого банального. Можно психосоматику почитать, знаете, вот эти все вопросы к себе, вы на самом деле знаете все сигналы тела, вы просто себя не спрашиваете и не ходите в вопросе, не входите в раздумий, для вас, если вы сами не хотите ничего делать, уже всё придумали, зайдите, почитайте психосоматику, но там общая уравниловка, один общий ответ на всех, как этот, гороскоп для козерога, вот, это хотя бы наведёт вас на мысль, в какую сторону думать, и у вас какие-то озарения придут, почитайте психосоматику, просто я не хочу играть в докторы, я эту психосоматику никогда не читала, я о ней вообще не знаю, не знаю, что там написано, пару раз только заглянула по двум заболеваниям, посмотрела, и то, когда свои ответы нашла, и я всегда выдумываю на ходу, но причём самое интересное, что мне люди говорят, что в психосоматике то же самое написано, блин, а как это, я хрен его знает, я, ну, не захожу туда, не читаю, но раз люди говорят, вот, почитайте, всё сходится, но опять же, это средний уравнительный ответ, так, всё, я пойду, мне было классно с вами пообщаться, эфиры сегодня нон-стопом, прям, меня сами удивили, благодарю, что были со мной на эфире, вот так, ещё посмотрю, вопросы есть, которые я не ответила, разве осознанность можно потерять, если глаза открылись, то это уже навсегда, вы посмотрите за собой, сколько времени в день находитесь осознанно, в остальное время вы спите на ходу, когда вы в мыслях о прошлом, о будущем, в любых этих мыслях вы не осознанно, вы не осознаёте, что вы делаете, вы полдня не понимаете, где вообще ходили, бродили, о чём думали, это вообще никак не осознанно. можете рассказать про личную консультацию, возможно ли за одну консультацию понять и прийти к тому, о чём ты говоришь, постоянно качает, то живу, и здесь в карту всплывает, не знаю, не думаю, личная консультация, она всего лишь один день, ну как один день, мы не целый день же сидим, там несколько часов поработали, всё, даю направление, куда идти, куда копать, куда смотреть, инструменты, дальше вы работаете сами, и чтобы понять, и прийти к тому, о чём я говорю, кому-то понадобится не просто там 5 или 10 лет, а кому-то может понадобиться ещё 23 инкарнации, и поэтому я ничего не могу такого гарантировать, вообще никаких гарантий не даю, я не знаю, что у вас в мозгу происходит. Ой, ты стала ещё красивее, спасибо. Сегодня было очень необычное чувство, была тяжесть солнечного сплетения до кома в горле, что это значит, потом ревела весь вечер. Может, какие-то шаблончики осознали? Если вы ревели, значит, чувством, ну, вашим чувством дали выход подавленным, уже классно. Поблагодарите себя. Кстати, в начале эфира, да, я сказала, ну, хотя бы недельку поживите по своим желаниям, как хотите, делайте, что хотите, перестаньте оглядываться на других, вот просто реально послушайте себя, ваше тело, что вы чувствуете, и поблагодарите себя вообще за всё, благодарите вообще всё вокруг и себя, потому что, блин, вы такой классный творец и создатель, вот эта благодарность, она раскрывает ваше сердце и любовь, вот эту вот огромную любовь к себе, благодарность, благодарите себя. 111 человек в эфире, прикольная цифра синхрон. Нелли, молодца, каждый момент разная. Да, разная, серьёзно, интересно, прикольно. Блин, мне так нравится этот фильтр, который я, когда в прямой эфир выхожу, и я включаю фильтр со звёздочками, и у меня всегда что-то так мерцает красиво. Часы прикольно мерцают. Сама себя любуюсь. Да, здравствуйте, ну и до свидания, потому что я уже буду прощаться. До новых встреч. Скоро у меня, кстати, прямые эфиры, завтра будет с Нелли Землянской. Девушка, которая порвёт ваши шаблоны, когда вы говорите, что мне деньги нужны на путешествие, всё это брехня, вы просто не хотите путешествовать. Она 54 страны объездила за 3 года, я её лично знаю, это просто, это Нелли, которые, оторви и выбрось, вообще, сверхмозг, инопланетный, ещё хлеще меня. Она без копейки денег объездила 54 страны. У неё не было денег ни на билеты, ни на что, вообще, вот вообще, вот просто с нуля, ни на что. во сколько, не знаю, может, 18, 19, 20, я не знаю, мы в это время посмотрим, и в любом случае, эфир всегда в записи, в GTV есть, пересмотреть. Дело в том, что, если вы считаете, что вам деньги нужны для путешествий, то это такое враньё, просто это враньё самому себе. Если у вас есть желание, то никакие деньги вам не помешают его осуществить. Они либо придут, либо желание осуществится каким-то другим путём. если вы в данный момент не путешествуете, ваше желание не путешествовать, начните уже принимать, принимать этот материальный мир как продукт ваших желаний, что в этой жизни всё, что вы видите, вплоть до смерти ребёнка, это ваше желание, ваше желание. Если вы начнёте это принимать, ну, вы примите в себе Творца, это будет вообще другой левел в вашей жизни, другое сознание и вообще наблюдение в этой жизни, как вы будете, вообще по-другому будете играться, декорации в вашей жизни поменяются все. Но у вас только одна единственная проблема. Вы не принимаете, что вы сотворили этот мир своими желаниями. Вы всегда говорите, а вот мама болеет, у меня. Вы всегда пишите, я захотела, чтобы мама заболела, Нель, почему? Или я захотела, чтобы у меня умер муж, или я хочу, чтобы у меня не было денег, почему? Вы задавайте всегда вопрос себе, Нелли, кому угодно, начиная со слов, я хочу, это моё желание, вот такое. Моё желание сейчас быть в нищете, это моё желание. Признайте его сначала, как только вы признаёте ваше желание, только после этого его можно решить. Пока вы не признаёте ваше желание, никаких решений в данный момент не существует, потому что, если бы эти решения были, они бы уже были, вы бы уже знали, вы бы уже решили. Решений в данной плоскости нет, и без принятия вы не сможете перейти в другую реальность, в другую плоскость и что-то решить. И что-то решить. И что-то решить. Продолжение следует...